А вот ближайшая, Тверь Бурашева. Психи... Неврологическая больница, основанная в 1884... В общем, друзья, я постараюсь пробраться внутрь. Вон они, видите, заперты. Сидят все, не могут. Всем привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись. Сегодня новый выпуск. Сегодня мы решили съездить в одно место, где располагается очень большое количество людей, к сожалению, запертей. Нет, это не тюрьма, это психбольница. Да, мы едем в психбольницу, которая находится в Тверской области. В принципе, даже в Твери, можно сказать. Она находится в поселке Бурашева. Сейчас ждем автобус, ездим до вокзала, покупаем там билет, и оттуда уже на автобусе будем добираться. Ехать... Сколько ехать оттуда? Минус 40. Ну, около часа, да. Ну, да, где-то ехать только часа. Ни разу не ездили, вот решили в первый раз съездить. Просто... Я уже устал от этой жизни, и мне пора. Ладно, я шучу. На самом деле, вот, мы везем продукты, здесь небольшое количество. Первые необходимости вещи, носки, трусы, там, мыло всякое. Кто помнит, с предыдущих роликов, мы снимали Сережу, и его сейчас положили в больницу. И Сережу мы везем. Потому что, ну, сами понимаете, какое отношение к людям в больницах, и... к нему в том числе. Поэтому мы сейчас везем продукты какое-то количество, чтобы человек как-то обрадовался, да, хотя бы чему-то. Я надеюсь, до него все это дойдет, что ему все это дадут, отдадут, и они там в палате поделятся со всеми. В общем, эти продукты и вещи первой необходимости, такие как носки, трусы, мыло, да, там зубная паста, это все, это тоже нужно. Там тоже, конечно, дают, но пусть будет. В общем, мы едем. так вот выглядит автовокзал города Твери. Внутри зал ожидания. Сейчас возьмем билеты на Бурашево и поедем. А вот ближайшая Тверь, Бурашево. 10.20 Через 6 минут. Отлично. Вот такой вот синий автобус. Автовокзал в Бурашево. Погнали, ребята, в путь. Ну что, мы уже в автобусе. Сейчас будем отправляться. Я не знаю, по времени сколько придется ехать. Наверное, засеку сейчас, посмотрю. Автобус полный. Через 5 минут отправляемся. А куда? А куда? Погнали, ребята, Нет. Тема. Найдем. 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 На лану. На лану. Найдем. Самая ланг. На лану. На лан. Миним. Стрелки. Найдем. Найдем. Ну что, мы уже в посёлке, ехали мы, получается, где-то полчаса, такая вот трёхэтажная школа, здесь находятся школьные автобусы, здесь отучатся дети, прям школа находится, прям на въезде, получается, в посёлок, точнее, это сейчас, я не знаю, это село, скорее, это даже больше не посёлок, вот так вот, сейчас мы уже будем подъезжать к больнице самой, друзья, вот вы прибыли, смотрите, первая в России психоневрологическая больница, основанная в 1884 году, Литвиновым, конец 19 века, представьте, ребята, этой больнице, она основана в 1884 году, это получается, сколько ей? 100. 130, 137 лет, 137 лет, при царе ещё, вот эта вот больница была основана, психиатрическая, там вот тоже корпусы, видите, там вот решётка, колючая проволока, точнее, забор сверху, видите, ограждён колючей проволокой, туда просто так не пробраться, ну и чтобы не сбегали больные тоже, ходят врачи, сейчас мы будем искать место, где лежит Серёга, вот видите, проволока здесь сверху, колючая, вот она, вот так вот, вообще, этот посёлок, точнее, это село, это село было организовано, образовано в 1765-м, в 1765-й, 1770-й год, то есть здесь есть церковь, которой уже почти 300 лет, ей 251 год, в 1770-м году образовалась церковь, представляете, 251 год этой церкви, церкви, это просто вообще 1770-й год, здесь, кстати, ещё расположены, мы поищем эту церковь, я думаю, она где-то здесь есть, здесь ещё расположена братская могила Красной Армии, вот, тоже, может быть, найдём, в общем, мы пошли искать, и сейчас как-то мы будем пробираться. Хранение, вон, здесь там есть, там написано, что по карте, да, вот, а, ну, значит, а вот-вот, да, где-то здесь, значит, вот это вот и есть братская могила, ну, ладно, мы позже, пока надо отнести передачки. Вот это вот всё территория больницы, видите, всё ограждено, дворы, всё это отделение, да, вот заброшены здания тоже, кстати. Вот там вот уже лежат психически больные люди, мы сейчас будем пробираться именно к приёмное отделение, ко входу, карта показала, что нужно двигаться в этом направлении, а здесь вот, да, смотрите, заброшенное здание, так оно выглядит. Что здесь было, непонятно, может быть, тоже старая больница какая-то, какое-то одно из зданий, это неизвестно. Мы идём дальше, двигаемся к приёмному входу. В общем, друзья, я постараюсь пробраться внутрь, постараемся, чтобы с камерой заснять там, что там внутри, я не знаю, получится это сделать или нет, ну, как-то нужно делать это скрытно, чтобы не видели, потому что снимать, ну, не разрешают. Вот, будем стараться, пробуйте. Ваши маски, где бахила, как обычно, короче говоря, вот тут дверь, сейчас будем ждать, пока примут наши пакеты, не пройти, не проехать. В общем, просто на выходе, получается, получается, просто на выходе передаём пакеты, ну, и всё на этом. Ну, как-то даже немножко это печально, я думал, вот это пройти получится. Да ладно, меня уже не видят. Там же это... Дальше не пройдёшь всё равно? Нет, всё. Ну, и всё, о чём мне тогда там делать? Ну, посмотри, нет, да? Нет. В боковом кармане, может, нет? Стоять, маску я-то не ношу. Это тут требуется. О, давай, я просто надену её, я как бы, что-то есть там. Придётся для съёмок, ребята. А то реально, ну, может, что-нибудь придётся услышать, там, интересное. Придётся надеть, сейчас будем прибираться. Мы сказали, что выйдут, пока ждём. Вот туда как-то пробраться бы, было бы круто, но, блин, не знаю, здесь невозможно как-то. Тут нужно беспалево это делать, и желательно ночью. Такие вот посылочки люди передают. Сидоркин. Сидоркин Сергей. Сергей. Значит. Ой, отчество Евгений, по-моему. Евгений, да, Евгений Милович. Вы присядьте, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, присядьте. Ну, можно взять под руку, подавайте. Вы можете выложить передачу на стол, потому что я буду всё проверять. А-а-а. Такая вот передачка, ребята. Так выглядит передачка. 42, 32, 35. Хорошо. Зубные баски 200. Молевая. 4, да? Здесь полки. Ой, да, 4. 4, 4. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Конферное. Одно разное. Десять разное. Десять разное. Да, носки шесть пар. Это у нас с республики. Поехали дальше. Конферные. Сколько мы тут засчитали с вами? Четыре. О, нет, печенье заплатила. Это не конфеты. Конфеты три? Три. Печенье? Три. Печенье. Печенье. Раз, два, три. Нет, три. Три. Печенье три. Ну, типа барасушки. Сушки. Сушки. Одна. Два. Два, три, два. Шоколадки три. А это что у нас? Луковые кольца. Чипсы быть будет? Чипсы вообще нет такого. Шоколадки три. Не пишите даже, а то потом мне пошли дадут эти ваши чипсы. Давайте напишем какие-нибудь... Луковые кольца. Кольца, да. Да ладно, какая, господи, никуда они не денутся будут там сделаны. Нет такого в этом. Перечни. Ну, да. Не луковых кольц. Все? Да, вы здесь нарасписываете, что вы меня сдаете. А когда можно будет увидеть этот больной? А, когда кронтизный. Никогда, да. Вначале. Все? Все. А экскурсию можно будет пройти? Да. Экскурсию пройти. Нет. Почему? Нет. Нет. Конечно, в палатах все. Сейчас зато по территории категорически нельзя. Везде камеры. Не, я понимаю, через разрешение не так уж и пробираться втихаря, а вот как-то... Никак. Да? Вообще? Нет, не автодие есть. Зачем вам? Ну, обзор снять на канал. Обзор на канал снять ролик. Спасибо. А что такое? Вы что? В решении вы считаете еще руководство. Просто людям же интересно. Это все главным врачом. Ну, я и говорю, я и говорю. Это к ним обращайтесь и эти вопросы. Никто психиатрию внутри особо не снимает никогда. Зачем это надо? Нет, ну, хотя бы вот как-то с оружием, поговорить с врачом. Это все с главным врачом. Ну, понятно, да. Мы люди простые, да? Простые, да? Я понял. Нам дали показания, работаем по лиму. Все. Все, спасибо. Паспорт добрались вы? Да, по-моему, да. Сейчас посмотрю. А так все, сейчас я напишу бумажку сюда. И эта бумажка пойдет в отделение. Ему должны показать, что привезет, что привезет. Он слепой все равно. Ну, ему скажут. Ну, ему скажут, почитает ему, скажут. Ну, да. Совсем слепой, совсем не видит. Ну, да. Ну, он до этого видел, а сейчас у него это вообще полностью. Он, по-моему, это уже молодой, да? Ну, да. Ну, сколько ему там? 30, 5, 3, 7. 35. Ну, что делать надо? Так, все, паспетите. Такая карма. Ну. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошего дня вам. Вот так вот, ребята, выглядит передачка. Сами слышали, что вовнутрь, конечно же, не пускает, потому что, ну, вот так вот такие правила и так далее. Но все это делается скрытно, либо через связи, как обычно, да, у нас бывает. А так как коронавирус, сами видели, просто передачка и все, не пройти, даже пообщаться увидеть нельзя. Вот так вот, представьте. Мы с вами ходим в кино, ходим гулять, ходим на концерты какие-то, кинотеатры, торговые центры. Мы свободные. Цените свободу, потому что здесь, за пределами вот этих вот ворот, они ничего не видят. То есть, они живут просто в тюрьме. Ребята, это и есть тюрьма, понимаете? Здесь просто то же самое, один в один. Они все время находятся в здании и кроме своей комнаты ничего не видят. Ну да, они выходят на прогулку тоже по территории, но представьте вас, оградить территорию, там пусть будет 200 квадратных метров, и вы всю жизнь будете там находиться. Ведь есть люди, которые всю жизнь здесь находятся. И это очень тяжело, это реально тяжело. люди уже, ну, они понимают, что они уже никуда не смогут пойти. Все. То есть, конечно же, не все кого-то выписывают, да, тут есть не только тяжело больные люди, есть разные есть категории людей. Но все же, представьте те, кто уже здесь пожизненно. То есть, они уже все, они заперти, они не могут никуда пойти, не могут вообще. Просто вот все, покушал и лежишь целый день, поел и вся жизнь так. То есть, это вообще жестко. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите свои нервы. Ребята, это вообще со стороны кажется, да, что такое, дурка. Но это страшно очень. И не дай бог каждому из вас туда попасть. Берегите своих близких еще. Вот, сейчас мы дойдем до братской могилы, наверное, это она, снимем там и церковь бы найти еще, потому что церковь тоже, церковь 251 год. Хочется посмотреть на такую церковь. В общем, пойдем сейчас искать. Ну вот, друзья, она, братская могила погибшим героем Красной Армии. Вот так вот она выглядит. Да, действительно, это, оказывается, памятник. Здесь вот фамилии описаны, фотографии, может быть, своих родных, знакомых, кто увидит. Все молодые парни. Тридцать один год было. Вот так вот. Количество сохраненных 155, в том числе неизвестных 34 человека. 263-й отделенного стрелкового батальона. Тут несколько, видишь, как отделение вот это, от стрелковых полков, и потом отдельного батальона. Вот оно, гуинское сохранение, получается, вот здесь вот. Эти люди воевали за нас. А вот это вот храм по крову Божьей Матери. Он уже заброшенный. Здание уже... Здесь ничего не видно. Оно уже старое, очень ветхое. Здесь уже ничего не видно. Оно уже заброшенное. Так вот оно выглядит. Двухэтажное. Старый храм. Ну, сейчас попробуем найти именно ту церковь, в которой 250 лет этих годов. Это вот храм старый. Старое село, ребята. Ему уже сколько тут? 230-240 лет почти. Вот, вечная слава сотрудникам Калининской психиатрической больницы. То есть в эту психобольницу во время войны, получается, привозили людей. Вот они, вот этот список людей. Поляков, Шербаков. Они рассажались. Сотрудникам Калининской психиатрической больницы. Это сотрудники здесь работали, врачи. Значит, получается, здесь врачам, санитарам. Они работали, уже на привале тоже. Они работали во время войны, в этой больнице. Они погибли, и вот им памятник. А по поводу церкви мы перепутали. Ребят, вот он этот храм. Я, честно, думал, какие-то здесь хоромы. Тут все-таки 1770 год. Но, увы и ах, вот этот вот храм, получается, был построен в 1770 году. Вот именно он. Вот именно этому зданию. Ну, в принципе, по зданию видно, да, что им 250 лет. Получается, этому зданию 251 год. Ну, с виду не скажешь, что церковь. Вот маленький куполочек издалека мы еле заметили. Видите, наверху он светится. Блестит. Вот это вот, причем можно тогда понять, что это какое-то религиозное учреждение. Христос воскресе. Видите? И крест стоит деревянный. Ну, значит, так оно и есть. Потому что я зашел на почту. Ну, мы зашли на почту, спросили, где здесь храм, где здесь церковь 70-го года. Они говорят, не знаю, в каком году она была построена, но здесь единственное место это вот. Ну, она заперта, конечно же, наверное, не работает. Ну, да, смотрите, иконка висит сверху. Вот такое вот здание. Ну, оно уже все, обветшее. 250 лет все-таки. Внутри не снять, вы не увидите все равно. Ну, вот и все получается, да? То есть, в принципе-то ничего и нет. Братская могила, почта, психиатрическая больница. И вот эта вот самая церковь. Ну, вот так вот. Но все же какая-то история. Все-таки 250 лет назад. Это очень давно. Вот так вот. Но сейчас мы будем ждать автобус и возвращаться уже обратно в город. Ребята, вон дурик стоит возле окна. Больной человек, вроде, как я понимаю. Окно смотрит. Сейчас попробуем помахать. Вон они, видите, заперты. Сидят все, не могут даже отсюда выйти. Просто смотрят в окошко. Очень старое здание. Вот так вот все тут находится и расположено. Это, конечно, печально. Вообще. Я думаю, что это более какое-то простенькое здание. Потому что здесь даже решеток нету на заборах этих проволоки. И у них окна, ну, в принципе, хотя и огороженные тоже. Ну, вот так вот они здесь находятся, расположены, живут. Это жестко, конечно. Вот это вот здание общежития медицинских работников. То есть здесь вот проживают некоторые работники, которые здесь работают. Вот так вот оно выглядит, это здание. Понимаете, люди, получается, здесь вообще поселились. Ну, навсегда, можно сказать, да. Здесь вот работают в больнице. Здесь проживают. То есть это вообще, конечно, очень, ну, очень жестко, конечно. Я не знаю. Это для очень сильных людей. Не каждый сможет. Так. Ну, а мы пойдем дальше. Все-таки там еще что-то есть. Может быть, что-нибудь интересное, еще и вам покажем. В этом доме проживают участники Великой Отечественной войны. Романова Екатерина Никитична. Так вот, друзья. Здесь вот тоже такой вот. Людям-то надо где-то жить. Тоже проживают. Кстати, ну да, вот дома. Четырехэтажки, двухэтажки. Здесь также есть школа, есть магнит. Чуть дальше расположены. Детская площадка там вот. Ну, в общем, здесь тоже село. И здесь проживают какие-никакие люди. На момент образования этого села здесь проживало, по-моему, 56 или 58 человек. В данный момент проживает около 1700, примерно, человек в этом поселке. Вы представьте. Да, то есть, ну, это прилично тоже. Потому что это не деревня, это село. И такое большое получается. Вот так. Водонапорная башня впереди. Вот такие тоже домики. Видите, здесь тоже, это типа общаки, какой-то барак. Тоже здесь проживает. Несколько семей, как я понимаю. Это бараки. Нет, я уже про вот это говорю. Вот это? Да. Барак. Здесь несколько семей проживает. Раньше такие были в Советском Союзе. У нас треярья до сих пор СССР, поэтому это нормально. Вот. Обычные дома, пожалуйста, подъезды, квартиры. Живые. Здесь вот просто дома. Частные, да? Скажем так. Вот. Дальше Хвойный лес. Магазин, вот, пожалуйста. Ну, и там остановка уже. Дальше будет школа, которую я вначале показывал в роликах. И выезд уже. Из села. Мы сейчас будем ждать автобуса. Это вот все, друзья. Больница. Вот оно, пятиэтажное здание. Но там проходная, там меня не пропустят. Вот туда вот оно дальше. Там двор уже их разный, различный. Здание. Врачи вон ходят. Все, так огромная территория. Получается. Здесь вот здание. Корпус семь. Наверное, какой-нибудь пищеблок. Неизвестно. В общем, территория большая очень. Здесь очень много зданий. Но сюда, конечно же, не пропустят меня. Вот какое-то старинное здание. Представьте, сколько лет ему уже, ребята. Оно все разваленное. Конечно, в 1700 году все образовалось. Село. В 1884 году. Больницы образовались. Все село в 1770. Вот так вот. Это уже более новое здание. Так. Было бы круто туда пробраться. К сожалению, этого не получится делать. Больного. Так вот сюда возят людей. Передачку опять дают. Короче, сейчас такой казус. Ребята, это вообще фейл. Это по-нашенски. Короче, такая ситуация. Мы привезли сегодня посылку. Сейчас, благо мы не уехали, ждали автобус. Вот только-только должны подъехать автобус. Буквально минута оставалась. Нам звонят отсюда и говорят, а его вчера выписали, Серегу. И мы такие, в смысле? Мы как бы думали, он здесь, а его вчера выписали. И никому ничего не сообщили. То есть, так вот. Сейчас он не здесь, он куда-то в другое место уехал. Будем выяснять, куда. Смотрите, друзья. В общем, такая ситуация получается. Вчера Сережу перевезли. Мы сейчас узнали, нам сказали. В общем, есть такой город, называется Торжок. Он находится тоже в Тверской области. От этого города Торжок в 12 километрах расположена усадьба, которая называется Грузины. И вот в этой усадьбе Грузины находится интернат. Сейчас Сережа переехал в интернат. То есть, он там сейчас будет жить постоянно. Все. На всю жизнь. То есть, он сейчас туда переехал. Здесь его, получается, вылечили и отправили вчера в эти Грузины. Ну, вот так вот. А само Псело Бурашево, я забыл вам сказать, оно находится в 16 километрах от города Тверь. Ну, не так далеко. Но все же, сейчас, чтобы добраться до Грузинов, нужно ехать сначала до Торжка с Твери, и потом с Торжка до усадьбы Грузины. И там же искать этот интернат. Ну, я не знаю, когда мы туда поедем. Ну, вот как-то так. Ну, я не знаю, как-то так.